привет друзья вы на канале классная рыбалка с алексом и сегодня мы с вами выбрались на рыбалку на жерлице но не на обычную рыбалку на ловлю хищной рыбы а сегодня мы с вами будем ловить карпа и сазана друзья на пруду сейчас я вам расскажу как это все происходит и все покажу будьте на связи будет интересно друзья жерлицы выставляем вдоль береговой линии то есть мы знаем что где-то плюс-минус в этом районе ходят карт по береговому свалу и соответственно по середине берегового свала и на его окончание мы выставили же от лица соответственно здесь и будем искать карпа у героя уже первая подлевка не спеши убирается на там может лишь небольшой операция сильно не тяну он видел видел ушел ушел мне не и мы идем ничего страшно главное не разогнуть крючок нашем случае то не я вообще нагрузки до потягаем утомить оторвался да пусть отрывают такие все мормышку здесь с первым друзья вот так начинается рыбалка так шукар на жерлицы вполне друзья клюет вот не успели выставиться уже героя сработка ему видос нравится ставь класс так я смотрю тут вообще-то там с берегом в линию берет ну ладно не буду мешать друзья сейчас мы сделаем прикормку но это для карася там такое может быть даже чуть-чуть прикормим карпа ну посмотрю прикормка состоит из маха то есть макуха и печенье все это тщательно надо вымешать делается ну разная консистенция сегодня наверное буду делать более липкую такую с целями чтоб быстрее она ложилась на дно не собственно говоря там уже разваливалась прикормлять будем по небольшому такому кусочку и туда ну что выставляем жерлицы суть вопроса друзья короче на крючок если вас интересуют какие там крючки я уже сто пятьсот раз рассказывал можете посмотреть можете посмотреть на канале мастер-класс там я подробнейшим образом рассказываю про крючки там гера рассказывает который собственно говоря ну и занимается в первую очередь этим вопросом и показал мне эту рыбалку одеваем сначала друзья опарыша для чего это нужно несколько штучек для того чтобы зафиксировать по большому счету мотыль на крючке чтобы он не сползал да ну и добавить соответственно объема насадки то есть я одеваю несколько опарыш и там три-четыре штучки после чего идет мотыль опять-таки в ином количестве чем больше тем лучше практика показывает друзья ну в общем выставили жерли сейчас выставил десять штучек много не ставил выставил обставил полностью береговой свал то есть у меня жерлицы стоят глубины там полтора два метра до глубины где-то пять метров вот здесь мы и будем ловить большую половину жерлиц подкормил ну в таком шахманном порядке выставили все теперь будем ожидать поклёпки если здесь карп есть конечно друзья очевидная сработка герой уже у него несколько было ребята вот сработка под ногами вращается вращается час гера делает дело огромное очень вот он вот он зеркальный сазанище да наверное да может быть последние четыре может быть как раз таки сошел когда движется герой мотаю до 3 жерлица бар с тобой стая каких 20 метрового размера есть помочь скручивается вытаскивается далеко размотал сильно может еще пока не пир хорошо вращает богор нужен ребята он еще одна сработка но мы не будем у тебя у тебя герой мотает так что вообще будем я не спеши никуда она не денется это не я тащу и возможно богор есть ну давай может там конечно закончилась уже леска богор есть ну вот ух ты он завел куда-то да не то тяжело тяжело теперь опять не сильно леска 2 вот такие вот такой закоптил горячего копчения еще был хороший вкус на этаже ты не не поверю жизнь мелкий сазанчик мил карп чую еще пора гера тебе мешать рыбу ловить скотыняка не хер молодец вот 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 чувствуется знаешь профессионализм все сидят рыбу ловят а ты карпа понимаешь тоже да смотри уже два лежит да по моему не а да 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 слышишь глаза глаза стеска скоты нет и и одного он унес носил в палатку полторушка двушка ладно хватит мне зубы заговаривать я все понял я осознал так друзья ну жерлицы простояли в том месте идея выставлял в течение уже двух часов ни одной сработки не было поэтому естественно принятое решение перенести их туда где будут где сработки есть у гера здесь было несколько сработок ну вы видели наверняка карпов он подоставал вот соответственно рыба может находиться в этом районе водоема соответственно жерлицы переношу туда как их льет ну то есть это наиболее правильное телодвижение так и вам рекомендую сначала карпа нужно найти понимать где что происходит ну и потом уже основываясь на вот этих собранных данных и производить ловлю опаньки типа сработка типа сразу мог конечно карась стеркнуть но сама сработать точно не мало на 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 но я на и и и и увела на метр метр протянул о ребята тут уже и у меня сработка и у меня сработка на дальнем кордоне рабо . на дальнем кордоне кстати с такого расстояния сейчас не видно ни ночь когда светящаяся . вращается половим еще если время будет что-то друзья есть неплохое друзья есть насколько есть сейчас посмотрим хорошо что за багром сходил это какой карт красавец красавчик просто красавчик просто друзья просто красавчик но вот такого стоило поймать вот вам друзья и сазан красивый где-то килограмма полтора вот вами рыбка красавчик золотил естественно самую шахту но первый но достойный стоило ехать друзья как вам рыбка от вам друзья на крайнюю жерлицу не срабатывала не срабатывала и вот такой экземпляр я просто в шоке вот вам сазан красавица вообще бомба друзья гер я тебя обложил слышишь она уже 4 поднята друзья одна мотает вижу одна стоит да мотает мотает потихонечку друзья дальние хотя нет а ты ухты как мотнуло 4 же я для себя поставил а дверь и брат вот одновременно сработали куда бежать друзья вот об здесь такой судя по всему отпускник вымотал но да это такой карпик отпускничок что у нас здесь вот он там поматывает посмотрим друзья ну плюс-минус туда же чтобы вы понимали здесь уже клюнул пока стояла клюнула ребят реально просто к я опустил пока пошел возиться с полторушкой здесь клюнула ну друзья ну таких монстров мы конечно же пусть пусть плывут так и этот товарищ красивый размер пусть плывет у тебя на тренирую как мотает хорошо вот вам как о о о не зря мелочевочку отпустил я вам скажу не зря не зря совсем не зря милых мелочь отпустил как щука и у меня был прикол так и с сазанчиком ох давит хорошо ребят хорошо давит за кадычок вот такой келушка такого уже можно брать хоть сидит тут на четырех жерлицах заглотнул товарищ не сильно глубоко но хорошо хорош пусть полежит пока друзья смело могу сказать ответственно заявляю мелочь отпускайте придет большим размером посмотрите красавица толстенький хороший ну келушка точно блин ребята рыбалка конечно сегодня бомбезная сазан клюет карп клюет все она клюет но это вот прудовой карп а да до этого желтый такой это сазан он более тело у него более продолговатое вот такой друзья улов да я видел да спасибо дождь пошел у ребят погода конечно просто актуаловая на сегодня должно было быть сухо без дождя без ветра но это прогноз погоды а покручивает вращает вращая надеемся килограмма 2 ну вот прикол не прикол друзья но хороший точно поводочки у меня тоненькие поэтому сильная щукой буквально двумя пальцами должен увидеть его а вот он красавчик резвый так и самый краешек губы папа фух класс вообще толстые такие хорошие гляньте ребят друзья ответ одновременно сработки пугеры вот короче дальше у меня есть было или не плода вымотала крепенько да опирается это нормальная огромняка и схожу на свою посмотрю дочь конечно такой крупа дождь черти что стопу . мерз соблю за уже мерз тем не менее что то есть уже катушка по замерзала я вам скажу и друзья освобождение освобождаем карпика все плыви возвращайся трех четверка и пятерка рыбалка бомба конечно несмотря на то что не насти дождь идет снег открывается такое но периодически подкова ребят жерлица замерзла и на ней тупо висел карась не сработал идет дождь погода вообще жесткая одно разла катушка одно раз флажок вы сами можете все добро увидеть видеть и какую вот и жерлица не сработало стоит и стоит а карась себе просто повесился ребят вот еще одна не сработанная жерлица решил проверить вы поняли что происходит жерлица на на льду замерзла замерзла в план караси обжирают дождь идет сейчас вообще погода трешем друзья погодка адская вообще больше идет крупа идет ветер метет карп клюет погода конечно чисто знаете вот щучья называет все как льет по такой погоде отлично все катушки позамерзали ну прикольно пожалуйста хвост чешуя а ничего здесь уже нет как может что-то клюнуть если даже потенциально здесь просто тупо ничего на клюет клеваки все возможны богор нужен понял у меня там караси подняли небось вот так дно может вот норм зеркальный натянута и может потянуть да потянул потянул ребят потянул он засекся сам засекся вот друзья что-то хорошее что-то ничего такое ничего богорик надо приготовить пытается товарищ вымотал приличный метров 15 и засекся небольшой на 10 карпик такой ребят он крайняя жерлица там которую только что было сработано там висит реально остатки опарышей даже не знаю сколько но не мог и крутят как хорошо это что-то что-то как-то сдали еще так надеюсь ты товарищ не глубоко заглотил ну да ну это такой дитё господи сошел хороший я пока не могу сказать он что-то тянет и что тянул ну тянет пусть помощник ничего такой нормальный друзья очередная сработка вращает потихонечку вкрутнула раз или два остановилась еще оборотик я думаю вам видно вон крайняя жерлица еще пол оборота еще четверть это обычный или карась или мелкий корменок ну хотя всякое может быть сейчас увидим как и предполагалось карасик друзья наша рыбалка подошла к концу собственно говоря рыбалка на жерлице получилась вот такая просто обалденная шикарная клевал карп хорошо ну правда периодически в этот интенсивный клев вмешивался и карасик то есть вот такие вот товарищи какие которые вот сейчас вы можете видеть на экране тоже замечательно клевал то есть было много ложных холостых сработок вот такого карася то есть несмотря ни на что ну и что мы тут имеем продемонстрирую по карпу часть карпа конечно была отпущена вот такие вот опа но не совсем эстетично конечно крови вот такие карпы очень даже зачетные на мой взгляд вполне неплохо клевать вот друзья карп на жерлице легко и просто кому понравился видос ставь класс подписывайся на канал и до новых встреч друзья на канале пока пока